Золотой байт проводился в Украине уже в четвертый раз. Уже через год после основания конкурс стал всеукраинским. В 2011 году в компьютерном чемпионате приняли участие около 4000 человек и четверть из них – талантливые школьники и студенты из Донецка. Наш город, наш регион – это высокий технологический потенциал, который заложен, реализовывает тот высокий потенциал, который у него заложен. Вы, молодые люди, воспитанники наших вузов, воспитанники наших школ, еще раз доказываете не словом, а делом, что наш регион воспитывает талантливых, умных, молодых людей. Номинации, в которых соревновались участники, напоминают звания героев фантастических фильмов – магистр проектов, кибермастер, юный джедай, навигатор сетей. Юные программисты, системные администраторы, разработчики игр и дизайнеры активно боролись за право представлять Донецкий регион на национальном этапе конкурса. Тема конкурсных работ также была непростой. Она была определена как новейшие технологии, которые помогут решить современные проблемы в Украине. Так что юные компьютерные гении не просто развлекались, а думали о том, как принести пользу обществу в форме короткометражных фильмов, интернет-сайтов, рекламных плакатов, игр и компьютерных программ. «Показали вы, на самом деле впечатляет. И я горжусь результатами, которые достигли донецкие финалисты. Могу сказать вам по секрету, что жюри было иногда в некоторых номинациях достаточно сложно выбирать, кто же будет представлять наш регион на киевском финале, поскольку и уровень работ, и показатели были очень высокие, а идеи, рожденные в ваших светлых головах, просто блестящие». Одной из наиболее ярких и социально значимых работ стала командная работа молодых программистов, которая сможет упростить общение глухонемых людей. В ее основе – умная перчатка, которая может распознавать язык жестов, передавать информацию на телефон, где она будет обработана специальным приложением и воспроизведена. Причем происходить все эти процессы будут в считанные секунды, так что общение с глухонемыми людьми станет полноценным. Также жюри понравились сайты по поиску пропавших детей и по проблемам людей с онкологическими заболеваниями, система для поиска объектов на местности, игры, борющиеся с экологическими проблемами и другие необычные проекты. Все победители регионального финала в Донецке получили ценные призы и дипломы. Екатерина Павлова, Александр Пугачев, Первый муниципальный.